Добрый вечер, уважаемые коллеги! Мы начинаем наш вечерний вебинар, который называется Организация педагогических экспериментов на основе курса happyenglish.ru Но до того, как я начну работу на вебинаре, я бы хотела сделать ряд организационных объявлений. Значит, первое. Если у вас есть проблемы со входом на вебинар, попробуйте войти через другой браузер. Второе. Если у вас есть или появятся проблемы со звуком, заморозьте видео. Теперь я смотрю, у вас очень уже оживленный чат. И я сама очень люблю прочитывать чаты. Вижу тут приветствие уже знакомых коллег. Очень рада вас тоже видеть. Но давайте договоримся, что чат во время лекций используем для общения с лектором, а не для общения друг с другом и выяснения актуальных вопросов. И я с нетерпением жду ваших вопросов. И во время лекций буду отвечать на ваши вопросы мне. Пока я еще делаю объявление, у меня к вам вот какая просьба. Написать, откуда вы, мне это очень важно. География мне очень важна. И кто первый раз участвует. Я вам буду очень признательна. Нам это нужно для статистики. Сертификаты вам будут включены, то есть вам будут посланы, ссылками сертификаты будет по окончании лекции. Даже если я забуду сказать фразу, а теперь вы можете скачать сертификаты и вот ссылка, то вы сможете, значит, не переключайтесь, а сможете скачать эти сертификаты. И сегодня я жду, вот еще не появилось, сегодня у нас, у вас, я надеюсь, будет уникальная возможность пообщаться со вторым автором нашего учебника, потому что Марианна Юрьевна Кауфман, во всяком случае, получила ссылку и должна сейчас подключиться к нашему вебинару. Она, вы знаете, автор всех текстов, как в прозе, так и в стихах. Она автор всех заданий, упражнений, поэтому я думаю, вам будет не безинтересно пообщаться с ней тоже. Вот я смотрю, и Татьяна Геннадьевна Митюгина подключилась, я очень благодарна за это, вот ждем появления Марианны Юрьевны. А вот после окончания лекции у вас будет время обменяться впечатлениями, задать друг другу вопросы, ответить на них и так далее. Итак, мы начинаем наш вебинар. Еще раз повторяю, если у вас проблемы со звуком, заморозьте видео или войдите через другой браузер. Итак, организация педагогических экспериментов на основе курса happyenglish.ru. Во-первых, почему возникает потребность в эксперименте? Меняются стандарты обучения, вот новый ВГОС у нас, и появляются новые УМК. Меняются условия работы, появление новых технических средств, компьютеры, интерактивные доски, электронные словари. Все это надо посмотреть, как работает вместе с ОМК. Электронные словари, переводчики, интернет-ресурсы открывают новые возможности, но требуют осмысления для внедрения в практику. Конечно, сейчас у всех на слуху, и у нас, кстати, тоже, и в головах тоже, это электронные учебники. Вот сейчас большая часть головного мозга занята осмыслением этой проблемы, значит, эксперименты нужны, они будут и будут продолжаться. Далее, учителя творческие личности. Работать по-старому не только малоэффективно, но и скучно. Естественно, они всегда готовы к эксперименту, готовы участвовать в нем. Меняются дети, у детей другие интересы, другие умения, психологические особенности, и все это заставляет искать новые пути обучения. И, естественно, потребность в эксперименте постоянно присутствует. Возникает потребность в изучении эффективности различных приемов работы, осмыслении и изучении новых возможностей, поиска новых приемов. Все это становится доступным в ходе работы учителя в рамках умк happyenglish.ru. Каковы характеристики эксперимента? Эксперимент подразумевает внедрение нового в работу ОМК, приемы, подходы и методы. Анализ работы. Значит, что мы подразумеваем под анализом работы? Количественное измерение результатов. Творческий элемент работы. Достоверность результатов. Распространение результатов. Какие у нас сейчас текущие эксперименты? Сейчас, одну минуточку, у нас тут немножко будет перерыв, но ничего страшного. Какие у нас идут текущие эксперименты сейчас в рамках учебника happyenglish.ru? Это апробация ОМК для второго класса в 2012-2013 учебном году на основе договоров с региональными ИПКРО. Это первый эксперимент. Первый эксперимент. Второй эксперимент – это открытая апробация всех ОМК-курсов на портале www.englishteachers.ru и описание процесса обучения во втором, третьем, пятом, одиннадцатых классах в онлайн-дневниках учителей на портале EnglishTeachers.ru. Вот об этих трех экспериментах я и буду говорить. Я рада приветствовать своего второго соавтора Марианну Кауфман, которая присоединилась к нам, войдя через другой браузер. Буквально одна минута технического перерыва, потому что мы не можем тут немножко разобраться. И через минутку я продолжу. Прошу прощения. 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 что я говорю, а затем свободное общение. Пользуйтесь этим, потому что вот когда присутствует два автора, и еще вот я смотрю много апробаторов, это, конечно, уникальная возможность. Итак, о трех экспериментах. Значит, что позволяет оценить апробация? Это достаточность учебного материала, понятность представления учебного материала в УМК, в соответствии уровня сложности УМК способностям и возможностям учащихся, насколько материал интересен учащимся, достаточность методической информации для учителя. По всем параметрам производится количественная оценка на основе по юнитных анкет. По итогам апробации авторы получают возможность внести необходимые коррективы в УМК и сделать его еще удобнее. Вот для чего нужна нам апробация. Расскажу вам смешной случай. Сегодня утром у нас вообще было все уникально. Вместо 11 мы начали почти в половине первого, потому что были проблемы с интернетом. Я проводилась вебинар почти два часа. Он был очень оживленным. Чат был очень оживленным. Всем очень понравилось. И в конце пишет одна участница вопрос. А что такое апробировать? Ну, апробировать это значит испытывать, то есть пробовать, насколько эффективен или неэффективен тот или иной метод, насколько эффективен УМК, насколько отзываются ученики, учителя и так далее. Вот что такое апробировать по-нашему, по-простому. Итак, первый вид апробации в этом году, который мы проводим по УМК happyenglish.ru. Это апробация нашего УМК совместно с региональными ИПКРО. Что такое ИПКРО, вы, наверное, знаете. Это институт повышения квалификации. Вот такого вида апробацию мы проводим один раз в 2-3 года. В 2012-м, в 2013 учебном году договора на 3 года заключены со следующими регионами. Брянская область, Забайкальский край, Иркутская область, Краснодарский край, Красноярский край, Челябинская область. Это не значит, вот сейчас учителя из областей могут сказать, ой, у нас проводится, а почему я не провожу. То есть это происходит следующим образом. Издательство Титул заключает договор с методистом местного ИПКРО. Методист находит энное количество учителей, которые соглашаются апробировать этот УМК. Учитель, который согласился, снабжается бесплатно комплектом УМК, happyfish.ru, и класс тоже бесплатно обеспечивается комплектами УМК. И учитель еще получает какую-то плату за то, что он проводит апробацию. Все материалы по апробации учитель сдает в местное ИПКРО, и методист обрабатывает их, а после этого он пересылает их в издательство Титул. И после этого вот эти обработанные материалы уже доходят до автора. Вот как проходит апробация с местными, с региональными ИПКРО. Значит, в 2012-2013 учебном году проводится апробация УМК для второго класса, вот в этих вот регионах. В течение 2013-2015 года апробация будет проводиться по УМК для третьего-четвертого классов. Классы и учитель бесплатно обеспечиваются всеми компонентами УМК. Учителя получают методическую поддержку как регионального методиста, так и авторов учебников и специалистов издательства. По окончании получают учителя сертификаты, благодарственные письма. Если авторам очень понравилось, то и авторские призы и поощрения, включая и платные вознаграждения. Следующий вид апробации, это второй вид, это онлайн-апробации, проходит она в виде заполнения анкет, и длится она второй год и охватывает все УМК курсы happyenglish.ru со второго по одиннадцатый классы. Открыта она для всех участников портала. Еще раз вот повторюсь и остановлюсь здесь. Смотрите, вы можете приступить к апробации, вот онлайн-апробации в виде заполнения анкет в любой момент. Можете сегодня приступить, можете завтра приступить. Вы, что для этого надо сделать, для того, чтобы стать онлайн-апробатором? Значит, вы получаете методическую поддержку авторов курса и специалистов, а для участия необходимо подать заявку, вот по этому адресу, connect englishteachers.ru. Я смотрю, Марьяна Юрьевна уже работает и с кем-то активно переписывается. Ладно, у меня здесь, так сказать, свои заместители, я знаю, очень опытные, значит, я вас пока читаю лекцию, переписывайтесь, дальше будем вместе обсуждать проблемы. Если какая-то интересная проблема, то еще раз повторяйте. Значит, вы подаете заявку и по окончании апробации все апробаторы, которые апробировали в виде онлайн-анкет, получают сертификат апробатора с указанием реального участия, получают благодарственное письмо. И если действительно очень понравилось авторам, то и поощрительный приз от авторов. Просят повторить адрес. А вот адрес, посмотрите, все написано, когда я о чем-то говорю. Я специально текст выступления, самые важные моменты вынесла на слайды. Посмотрите на слайд, вот connect at English Teacher's Room. Вот туда посылайте заявку и с завтрашнего дня приступайте к онлайн-апробации. Но в онлайн-апробации есть одно но, для нас адрес на презентации не видно. Так, дорогие друзья, а почему адрес? Вот connect English Teacher's Room. Туда адрес такой же, который вы посылали для участия в данном вебинаре. В каком виде проходит эта апробация? Апробаторы заполняют анкеты. Такие анкеты. Вот текст анкеты. Материала в данном разделе. А. Достаточно, недостаточно, слишком много. Второе. Материал раздела ученикам показался интересным, наскучил, оставил равнодушными. Третье. Материал раздела для учеников. А. Подходит по уровню сложности. Б. Слишком сложный. В. Слишком легкий. Четвертое. Информации в книге для учителя. А. Достаточно, Б. Недостаточно, В. Слишком много. Б. Пятое. Пожалуйста, прокомментируйте ваши ответы на вопросы 1.3. Если вы обнаружили опечатки или у вас есть предложение, напишите о них здесь. Вот мы с вами сейчас проанализируем некоторые анкеты. Значит, как у нас происходит процесс получения анкет. Эти анкеты приходят на сервер, не сразу к нам. И, в общем, для того, чтобы их вынуть, нужно определенное время. Но вот сейчас мы налаживаем это дело. То есть я, как автор, буду не реже, чем раз в месяц просматривать все анкеты. Заполняются анкеты по всем классам. Со 2-го по 11-й класс. Мне удалось добыть свежайшие анкеты по 10-му и 11-му классу. Буквально вот, чтобы показать вам, как работают апробаторы. Понимаете, дело в том, что, конечно, процентные, вот просто ответы достаточно, недостаточно, слишком много. Это, в общем-то, немножко для нас, вы сами понимаете, недостаточно. То есть нам важны ваши конкретные комментарии. Поэтому чем больше вы напишете, чем подробнее, тем больше вы поможете авторам в улучшении качества учебника. И вот я сейчас буквально прокомментирую. Да, причем те апробаторы, которые заполняют онлайн-анкеты, мы не знаем их имени даже, не знаем. Но те, кто покажется нам более интересным, мы, конечно, найдем эти имена и будем переписываться. Итак, анкеты. Вот 10-й класс, юнит 1-й. Он посвящен теме встреча в аэропорту, служба аэропорта, разговор по телефону и так далее. Вот один учитель пишет. Я несколько возьму, беру уже комментарии. В целом раздел показался интересным. Необычное деление на уроки. Каждый состоит из трех частей. Пока не могу сказать, нравится мне это или нет. Часть лексики ученикам, особенно тем, кто отдыхал летом в лагере или летал самолетом, оказалась знакома. Со своением остальных лексических единиц проблем не возникало. Учебник представляет довольно-таки обширный материал для обучения, по крайней мере в первом юните. Я попыталась сначала выполнить все упражнения, так как, на мой взгляд, не выполнить что-то значит объединить моих учеников. Но потом перешла на групповую и парную работы, которые прямо-таки накладываются на формат юнита. И дети, класс довольно сильный, и уроки расцвели. Мне нравятся задания в формате ЕГЭ, предупреждаю детей о них, и на глазах дети становятся серьезнее. Значит, вот здесь надо бы, если бы это был учитель-аппробатор, который ведет онлайн-дневник, я бы сразу же задала вопрос. Пожалуйста, расскажите, что значит выполнять упражнения друг за другом? Вы что, каждого хотите послушать? И что такое, как вы выполняете фронтально? Но вот такого, такой возможности пообщаться автором с онлайн-аппробаторами анкет мы не имеем. И сразу же, чтобы мне, значит, по 10-11 классу, сразу же объявление следующее. Внимание всем! Значит, учебники 10-го и 11-го класса, когда проходили экспертизу сейчас, и готовились, и выходят сейчас они с уголочком в ГОС, то есть есть учебники ФК федерального компонента, а есть учебники в ГОС, под ВГОС, уже сделаны нами, они выйдут, уже будут напечатаны в апреле месяце, приобретайте их. Итак, по сравнению со старыми учебниками, учебники 10-го класса приобрели новую рубрику, новый раздел. Называется она «Exam Know How». Теперь после каждого юнита в 10-м классе для вас есть раздел для подготовки к ГОС, раздел «Exam Know How». Это усовершенственный раздел из 11-го класса. Марьяна, следи за чатом, потому что у меня сейчас еще очень много работы, а затем будем вместе. Самые интересные вопросы повторяйте. И, господа, не уходите от темы. Итак, в 10-м классе, по сравнению со старым учебником, есть раздел «Exam Know How». Каждое упражнение теперь в 10-м классе предварено заголовком, в котором раскрыта функция, для чего это упражнение. Это тоже все сделано в формате ЕГЭ. Все эти вещи делались Марьяной Юрьевной в содружестве с преподавателями Эссекского университета в результате исследований последних национальных экзаменов в Великобритании. Поэтому эти разделы стали намного интереснее, чем были вот сейчас в 11-м классе ФК. Теперь, что касается 11-го класса в ГОС, в этом учебнике остался раздел «Exam Know How», но наполнение его теперь совершенно другое. Подробно об изменениях в учебниках 10-го и 11-го класса и именно в контексте подготовки ЕГЭ, я рассказывала на вебинаре, который был посвящен этому, назывался он «Подготовка к ЕГЭ и новые изменения в учебниках 10-го и 11-го класса». Посмотрите видеозапись этого вебинара и приобретите, если невозможно, для учеников хотя бы для себя эти учебники, потому что, я думаю, они вам будут весьма и весьма полезны. Потому что вот вы сами заметите, что сейчас через полчаса будет вопрос «А как ваши учебники готовят к ЕГЭ?» Где найти эту видеозапись, я сейчас скажу устно, а в конце будет очень много объявлений, очень много ссылок, поэтому не переключайтесь. Я вам скажу, что это находится в разделе happyenglish.ru и под заголовок «Видеозапись и вебинар по happyenglish.ru» там вы сможете это все найти. Итак, продолжаем 10-й класс. Значит, в 10-м классе вот один апробатор ответил так, что вот часть лексики была знакома, ученики ездят и так далее, и так далее. А теперь другой учитель отвечает то же самое. Первый раздел учебника 10-го класса позволяет настроиться на учебную волну после каникул, вспомнить способы представления самого себя и друзей. Очень полезный лексический материал по теме встречи в аэропорту, службы аэропорта, разговор по телефону, организация встречи по телефону, ознакомление с некоторыми реалиями англоговорящих стран, как позвонить из Америки, Англии и в Россию. Многие ученики изучают все это, увы, теоретически, так как практики полетов, выезда за границу у большинства нет. Отсутствие опыта мешает представить ситуации, которые могут произойти в аэропорту. Тем не менее, наша задача – научить детей говорить на английском, и мы стараемся это делать при помощи вашего учебника. Спасибо за готовые диалоги. Но вот сегодня нет у ваших ребят возможности такой, а завтра она появится. Поэтому материал дается действительно очень своевременный, очень нужный, и, конечно, ничего пропускать не надо. Теперь 11 класс. Анкеты апробаторов. Сразу хочу сделать предвступление. В прошлом году вела очень интересный онлайн-дневник Митюгина Татьяна Геннадьевна. Всеми нами любимые, уважаемые учители села Кокино Брянской области, которые являются нашим большим помощником, очень уважаемым и любимым человеком. И она анализировала каждый урок, писала о всех находках, о плюсах и минусах учебника, и еще дополняла свои записи разработками. То есть 11 класс у нас уже, вот тот, кто пойдет по 11 классу, открывает дневник Митюгина и Татьяна Геннадьевна, и смотрит урок за уроком, что получалось, что не получалось, какие находки, разработки есть к урокам, какие видео. То есть вот в этом, значит, очень большая помощь. И вот 10 класс у нас тоже, я смотрю, тут у нас идет свой чат очень большой. Есть уже на нашем форуме вот такой онлайн-дневник Митюгина и Татьяна Геннадьевна. Итак, вот что пишет апробатор онлайн-анкет. Кстати, вот те, которых я цитирую, мы обязательно свяжемся с этими апробаторами, обязательно они будут отмечены, и обязательно предложим им дальше ввести апробацию в виде онлайн-дневника, а не только заполнение. Итак, 11-й Б класс славится в нашей школе своей силой и эрудированностью. Все ребята мотивированы к учебе, и многие планируют сдавать ЕГЭ по английскому языку. «Учебник вызвал массу недовольства со стороны детей в начале четверти из-за объемов текстов. Начав работу, я планировала свои уроки таким образом, чтобы дети каждую тему примеряли на себя, чтобы именно они были главными героями обсуждений». В конце второй недели дети, не без удивления, мне всегда очень нравятся вот эти вот комментарии апробаторов, не без удивления, почему нас так удивляет, когда все получается, а потому что авторы много думали и работали, когда они писали материал. Итак, дети не без удивления заметили, что их словарный запас по теме поступления в ВУЗ заметно расширился. Грамматическая тема, проходящая красной нитью через весь раздел, была усвоена на достаточно высоком уровне. Тексты, богатые устойчивыми выражениями, не показались ни скучными, ни нудными. В конце этой недели планируем проведение творческого отчетного урока университета мира, на котором ребята будут рассказывать о высших учебных заведениях разных стран и правилах поступления в них. На мой взгляд, такой урок будет лучшей демонстрацией владения новой лексикой и ориентирования в данной теме. Другой апробатор пишет, что материал первого раздела интересный и полезный для детей 11 класса. Учащиеся с удовольствием работали со всеми заданиями раздела, узнали много нового о престижных университетах мира. Сейчас с детьми работаем над проектами по данной теме. Не хватает заданий на аудирование в формате ЕГЭ. Значит, дорогие друзья, у нас все задания в формате ЕГЭ, все со 2 по 11 в формате ЕГЭ, если вы вдумаетесь. Что такое задания, что они какие-то необыкновенные, то есть мы с вами занимались, занимались, занимались по учебнику, и вдруг нам предложили сдавать ЕГЭ, как будто с неба свалился этот ЕГЭ. Нет, мы со 2 класса уже даем в формате задания, мы учим, во-первых, а во-вторых, все задания у нас, естественно, в формате ЕГЭ. ЕГЭ для нас с неба не свалился. И я вот посчитала специально в 11 классе у нас 6 очень интересных заданий на формат ЕГЭ, и заканчивается каждый у нас юнит заданиями на аудирование, то есть тестом, в котором первое задание, они очень разнообразны, всегда задания на аудирование. Нужно больше уделять внимание развитию у детей, навыков аудирования. Заданий для чтения, устной речи и письма достаточно. Хорошо и очень подробно представлен материал по герундию. Достаточно тренировочных упражнений. Четко и ясно разъясняется написание писем личного и официального характера. Детям все понятно. Письма научились писать правильно. Спасибо. Очень понравились итоговые уроки по теме. Учащиеся приготовили презентации своих любимых вузов. Одна ученица представила нашему вниманию Американские университеты Лиги Плюща. Ученики написали в анкетах, что им нравится работать под данным ОМК, потому что все понятно. Интересно, чем закончится история Лизы и Дэвида. Это мотивация. Интересный эпизод случился в начале года, когда на перемене ученики попросили еще раз включить песню «Lives of Autumn». В кабинет зашла ученица 10 класса. Она заинтересовалась этой песней и предложила написать художественный перевод. А у нас уже есть художественный перевод, сделанный ученицей из Брянской области. Тоже очень, очень такой, знаете, за душу трогает. А почему это ученица Татьяны Геннадьевны Митюгиной? Потому что мы разбудили в детях, нажали на нужную струнку. И она сразу отозвалась. И вот дальше пишет учитель очень здорово. Она заинтересовалась этой песней. Предложила написать художественный перевод. Спасибо авторам за то, что этот учебник помогает юношам и девушкам видеть хорошее в нашей жизни, приватим искренность чувств, романтику во взаимоотношениях. А ведь это совсем не маловажно в наше время. Даже дети, даже самые скептичные пишут дети, знаете, я читаю без купюр, с удовольствием слушали и разбирали песню. Что я привнесла в этот раздел со стороны? Несколько текстов в задании в формате ЕГЭ, старалась не уходить от темы раздела. Мне нравится, что данная МК позволяет не гнать материал, а разбирать то, что остается непонятным, возвращаться к тому, где возникают трудности. И еще о 10 классе. Это уже пишет учитель-апробатор, очень уважаемый нам. То есть мы, понимаете, это у нас уже какое-то сообщество. Понимаете, сообщество учителей-единомышленников, потому что мы уже друг друга знаем по именам, по отчествам, знаем откуда, знаем... Я даже в лицо уже знаю детей, учителей-апробаторов, которые апробировали учебник во втором классе. Вот пишет учительница Елисеева Ольга Николаевна из Мордовии. Она пишет, что очень нравятся мне мои ученики такими любознательными, с активными и горящими глазами. Это она писала об учебнике второго класса. А вот немного отвлекусь от возрастной категории. В 10 классе, где мы тоже занимаемся по хэппи-инглишу, читаем «Пигмалион» Бернарда Шоу. С первого урока пьеса заинтересовала всех. Уж очень хотелось узнать, что же выйдет из эксперимента Хиггинса. А уже на следующем уроке несколько учеников докладывают, как будут развиваться события дальше. Спрашиваю, мюзикл посмотрели? Оказывается, не только посмотрели, но и пьесу один мальчик прочитал, так как указал такие детали, которых в мюзикле нет. Пусть прочел на русском языке, но ведь интерес к познанию мы разбудили. Вспомнила, как он же в 7-9 классах прочитывал все тексты домашнего чтения happyenglish.ru, интереснейшие тексты по истории Англии, о том, как формировался язык, как формировалась культура Англии. И он прочитывал все тексты домашнего чтения наперед сразу за весь год. Одно 10-классе заинтересовал диалект Кокни, это относительно пигмалиона. И она загорелась. Можно исследования на эту тему написать? Конечно, можно, отвечаю. Не знаю, пока что получится. Возможно, работа реферативного характера. Но ведь здорово, когда дети сами хотят пойти дальше за рамки учебника. И эти учебники будут детскую любознательность, поддерживают интерес к предмету. И дальше она пишет о результатах 2-го класса, это я вам потом скажу. То есть, понимаете, мы добиваемся главного. То есть, во-первых, и чистоты во взаимоотношениях, и интерес вообще к мировой культуре. Вот Бернард Шоу Пигмалион, это мы специально дали, чтобы заинтересовать детей. И это здорово, что у нас, благодаря нашим учебникам, вырастут такие эрудированные дети, а не герои Дома-2. Я, к сожалению, вот у меня телевизор так настроен, что стартовая кнопка – это вот ТНТ. И я сразу попадаю на Дом-2. Мне становится просто плохо. Но потом думаю, что нет, а мы, мы вот, мы с вами линия обороны, которая стоит, противостоит этому Дому-2. И тех, кого мы можем удержать, обязательно удержим. Понимаете? С помощью наших текстов, с помощью наших песен, с помощью Пигмалиона, с помощью великолепных рассказов о Генре и так далее. Теперь очень многие, то есть мы получаем письма. Так, у вас уже идет свой междусобочек. Марьяна Юрьевна Кауфман, вы следите, чтобы наши участники не отвлекались от темы. Так, Марьяна Юрьевна, следите, пожалуйста. Теперь в ответ на появление рабочих тетрадей 11 класса мы получили такое письмо, что вот немного разочарованно ждали от вас, как в 10 классе. У нас в 10 классе в рабочих тетрадях даже не дублируются домашние задания. А вот сегодня мне одна слушательница написала. А что ж у вас в 10 классе нет дубля домашних заданий? Мы уже так к этому привыкли. В 10 классе вообще отдельное, это отдельное произведение. А в 11 классе произошло следующее. Дело в том, что учебник в соответствии с требования стандарта 11 класса насыщен большим материалом, и к такому учебнику нужно создавать множество тетрадей. И грамматических, и лексических, и тетради по домашнему чтению, и тетради по подготовке к ЕГЭ, что мы обязательно будем делать. Мы как авторы не имеем права ничего менять в учебнике, за исключением исправления опечаток, когда он прошел экспертизу. Все, это табу, это нельзя. Все изменения, весь апгрейд мы будем делать с помощью рабочих тетрадей. Другого выхода нам не оставили. Поэтому мы вот в первых двух рабочих тетрадях сделали следующее. Учебник насыщен лексическим материалом, который, не секрет, для многих учителей является новым. И для того, чтобы закрепить его, мы подумали, что будет целесообразно повторять некоторые тексты, но ведь мы же берем, вы вчитайтесь только в эти тексты, мы их берем с изменениями. Вы сразу здесь можете понять, работал ученик или нет. Мы берем измененный текст, меняем то, что было в учебнике, и предлагаем им еще раз проработать, но с другой задачей, под другим углом, добиваясь постоянной ротации лексики, закрепления ее. А она актуальна и важна. Вот для этого мы продублировали тексты учебника, но не один в один. Вот те, кто написали нам, что же вы просто скопировали слепо. Нет, дорогие друзья, это просто противоречит нашим принципам. Ни в коем случае мы не скопировали. Мы дали материал, наполненный той же лексикой, но совершенно с другими заданиями и совершенно другими пропусками. Это заставит учеников многократно вернуться к тексту, повторить материал для того, чтобы выполнить наше задание. И мы туда в рабочей тетради 11 класса добавили так называемые self-assessment tests. Self-assessment tests выполняются перед выполнением итогового теста. Они выполняют много заданий. Они могут служить и для того, чтобы ученики сделали их дома для самопроверки, и для того, чтобы учитель может дать вторым вариантом, и для того, чтобы может быть для групповой подготовки к контрольной работе и так далее. То есть таким образом рабочие тетради не копируют материал учебника, но позволяют организовать систематическую работу по закреплению лексики учебника для каждого ученика в автономном режиме. То есть дома он сядет и еще раз разберется, ведь ни для кого не секрет, что материал учебника, тексты учебника, текстовый материал учебника – это бриллианты, рассыпанные по учебнику. И понимаете, просто так, да, текст, просто прочитай текст и скажи, там, что он решил сделать, понимаете, однократно просмотри текст и скажи. То есть вот текст выполнил свою функцию, а ведь он огромен, там с одним и тем же текстом можно, к одному и тому же тексту можно давать массу заданий, и тогда все, то есть вы расцветите работу с текстом совершенно другими красками. Дальше, значит, вот относительно второго юнита онлайн-апробатной анкет пишут, что посвящен он блогам и блогерам, и вообще сокращением интернета и так далее. Моя учительница откровенно пишет, что вопросы, касающиеся жизни студента, вызывают неподдельный интерес у моих учеников, это 11 класс, второй юнит. А в сочетании с темой о блогах это имело двойной эффект. Изучая материал, я опасалась, как же я буду с детьми по окончании темы делать проект, ведь я не настолько продвинутый пользователь компьютера, чтобы компетентно обсуждать эту тему с учащимися. Не один вечер я потратила на свой апгрейд, да, пока живем всегда, процесс образования непрерывен, вы сами это прекрасно знаете. Так, что вы там уже, дорогие друзья, друг к другу исправляете? Что-то кому-то уже посылаете и так далее. Вы меня слушаете или нет? Или какой-то вы уже шаблон друг к другу посылаете? Так, значит, в результате мы с ребятами создали свой блог на сайте kitblog.org. И таким образом появилось пространство для изучения всего, что было в этом разделе. А, кстати, вот когда Татьяна Геннадьевна Митюгина опробировала, они тоже создавали свои блоги, и мы даже оставили место на форуме для блогов. Но как-то эта работа у нас немножко завял, но я думаю, что она продолжится, потому что ребятам этот материал интересен. Дальше пишет Апробатор, что, значит, очень интересный был текст о сокращениях, очень полезным, хорошо структурированным показался раздел «Готовимся к ЕГЭ». Все ребята писали эссе на разные темы, их работы тоже размещены в блоге и так далее. Лучшая оценка прозвучала из уст одиннадцатиклассницы. Как хорошо, что в этом году мы купили учебники сами и не будем сдавать их в библиотеку. Я могу всегда посмотреть то, что мне надо. А почему она пишет об этом? Пишет об этом в связи с тем, что еще что хорошо в учебнике одиннадцатого класса, что в конце дан очень подробный, понятный грамматический справочник с материалом, включающим изучавшийся материал со второго по одиннадцатый класс. Он очень полный, очень подробный, очень помогает, помогает ребятам вернуться всегда к теме, в которой были пробелы. Далее, значит, следующие выводы. Какие мы делаем выводы из вот этих вот заполнений анкет, из онлайн-апробации с помощью анкет? Объясните, почему нет вашего учебника в направлении Школы России? Как нам быть, если мы не хотим переходить на учебник Кузовлева? Вопрос задала Елена. Ваш ученик учить работать с текстом, хорошо тренируется, изучаемая грамматика, совершенно понятные ошибки, объяснение, замечательный курс, для среднего все понятно, нет систем. Так, дорогие друзья, вы вынуждаете меня немножко пересмотреть свой план вебинара, но я вам отвечу. Вот отвечаю на вопрос, объясните, почему нет вашего учебника в системе Школы России, как нам быть и так далее. Значит, дорогие друзья, во-первых, о том, что системы отменены, по-моему, уже давным-давно известно всем. Системы отменены, вот на предыдущей неделе был вебинар Мирамзабатовны Бибалетовой, которая сказала, что это вертикальный, английский это вертикальный предмет, а не горизонтальный. Мы никому не принадлежим, мы принадлежим сами к себе. То есть систем в этом году в федеральном перечне и в прошлом году нет. Это во-первых. Вы можете взять любой учебник к любой системе, которой просто нет. Это первое. И второе, последнее. Любомира, приготовьтесь давать ссылку участникам. Сейчас я им буду говорить. Значит, вы вынудили меня обнародовать. Мы об этом уже на нашем сайте English Teachers.ru писали. Но я еще раз показываю вам документ. Этот документ подписан заместителем министра образования и науки Российской Федерации. Я вам сейчас его зачту. А подписан он 26 ноября 2012 года. Сейчас вы увидите ссылку, где можно скачать вот этот вот документ так, как я вам показываю. Я просто расскажу, чему он посвящен этот документ. Значит, еще раз повторяю. Никаких систем нет. Системы отменены. Значит, этот документ называется «О недопущении на региональном уровне сокращения выбора наименований учебников из федеральных перечней учебников». Значит, вы вот вкратце, вы скачаете, можете принести в школу, показать. А резюме следующее. Сокращение на региональном уровне выбора наименований учебников из федеральных перечней учебных пособий является прямым нарушением законодательства Российской Федерации в сфере образования, поскольку не обеспечивает в полной мере выполнение пункта 23 ст. 32 закона, ограничивая право образовательного учреждения на выбор учебников и учебных пособий из утвержденных федеральных перечней. И Минобранауки России рекомендует органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляемое управление в сфере образования, довести данное письмо до сведения всех и, так сказать, следить за исполнением, что если учебник есть в федеральном перечне, и учитель хочет взять его для обучения детей, для повышения качества обучения, региональные власти, ну а и далее, так сказать, и далее по иерархии, не имеют права это делать, значит, подписано это господином Ремаренко 26 ноября 2012 года. Можете вот ссылаться на этот документ о том, что систем нет, о системах в законе об образовании вообще нет упоминания, это была самодеятельность, а теперь эта самодеятельность прекращена. Значит, сейчас вот наши администраторы дадут вам, если кому-то надо, ссылку вот на этот документ. Итак, вы понимаете, я понимаю вашу озабоченность. Вот не можем приобрести, вот нам надо взять в библиотеки, нам не разрешают. Дорогие друзья, как я всегда говорю, where there's a will, there's a way. И наоборот, если вы захотите, всего можно достичь, можно пойти с документами. Когда вот мы официально от издательства, вот ссылку, ссылку даем, значит, когда мы от издательства обращаемся в ЭПКРО, в ваши региональные органы нам говорят, как, никаких проблем, есть в федеральном перечне, учитель имеет право взять. Собрали, особенно в началке, собрали родителей, рассказали, все преимущества. Я уверена, не может быть такого. Я сама учитель с 23-летним стажем работы. Когда я хотела, я добивалась своего. Печатала учебники, сама печатала свои разработки, добивалась разрешения, что мне разрешали по ним работать и так далее. Так, Любовь Викторовна, дорогая, вы вот, люди, просят ссылку. Вы можете зайти на наш сайт EnglishTeaches.ru, там много, ну вот сейчас мы вам дадим ссылку, да, ссылку дадим. Вот пишут, есть, посмотрите на форуме, сейчас мы дадим ссылку, вот, вот, вот. Видите, вот ссылка на вот этот документ, который за подписью Римаренко, который я вам показывала. Вот вам ссылку сейчас Любомира дала, скачивайте ее. Так, итак, друзья мои, успокоились. Предварительные результаты, вот, по обработке анкет. Мы проводим это второй год. В конце года мы получили все анкеты со второго по одиннадцатый класс. Но, понимаете, сразу обрабатывать, мне нравится, так сказать, сиюминутная реакция. Вот написал учитель, вот в этом уроке конкретно, вот сейчас вернулась с урока. Как делать Татьяна Геннадьевна Митюгина? Она вернулась с урока и написала, что было хорошо, что получилось, что не получилось, что она добавила в свое. Когда я через, так сказать, полгода получаю и только получаю общий вывод, это немножечко отсроченный результат. То есть это работает, но не так эффективно, как вот следующий вид работы. Значит, что мы имеем по предварительным результатам анкет? Значит, для абсолютного большинства 79-100% учителей материала в МК достаточно. Для тех, кому материала недостаточно, обратите внимание, создаются обучающие компьютерные программы по happyenglish.ru. Значит, выпущены интерактивные плакаты для 2-4 классов, обучающие компьютерные программы для 5-6-7 классов в продаже. Вы можете их приобрести через наш интернет-магазин на сайте EnglishTitch.ru, через издательство титулов в своих регионах. Я не знаю, как у вас там происходит. Восьмой класс ОКП выходит весной 2013 года, он уже готов. Также уже третий год продаются электронные приложения для 10-11 класса и составлены каталоги бесплатных интернет-ресурсов к учебникам курса. Для абсолютного большинства, 73-100% учеников, материал интересен. Мотивацию остальных повысят ОКП и новые материалы, включенные авторами в МК для конкретных классов. Информации в книге для учителя хватает не всем учителям. К отдельным юнитам 9-25% учителям нужна дополнительная информация. В связи с этим созданы рабочие программы для 2-4, 10-11 классов, дополнены каталоги интернет-ресурсами. Обратите внимание, по книгам для учителя и рабочим программам. Последняя информация. Дайте мне вдохнуть одну минутку. Значит, что у нас существует по книгам для учителя? Значит, для всех классов существуют книги для учителя, кроме 11 класса. Книга для учителя для 11 класса появится в продаже в марте этого года. Почему мы так задержались? Там было очень много переработки. Это сразу и в ФК, и в ГОС. Значит, чем цена книга для учителя для 11 класса? Там даны, во-первых, ответы практически ко всем упражнениям и тестам. Во-вторых, там дан в книге для учителя ФК, дан тот вариант экземноу-хау, который мы поместили в новый вариант для 11 класса для ВГОС. То есть мы просто его поместили для того, чтобы учитель уже сразу же пользовался им. А в 10 классе, вот по ВГОСу выйдет книга для учителя, там мы поместили текст новых разделов экземноу-хау. Значит, существует рабочая программа для 2-го и 4-го класса. Существует авторская программа для 5-го и 9-го класса, федеральный компонент. И сейчас я работаю над рабочей программой 5-го и 9-го класса в ГОСа. Появилась в продаже 2 недели назад, в 2 недели назад появилась в продаже программа для 10-го и 11-го класса ФК. Что касается программы для 10-го и 11-го класса в ГОС, открою вам секрет. Я провела небольшое исследование. Дело в том, что когда автор пишет рабочую программу для учебника, вот под ВГОС, он должен руководствоваться примерной программой, которая должна быть, вот у нас наши программы документы, это стандарт и примерная программа для старших классов. Ее пока, мои друзья, вот вы можете тоже приводить такой аргумент для своего начальства, нет в природе, ее еще пишут. Вот я только села, думаю, я напишу сейчас для 10-го и 11-го в ГОС. Нет еще примерной программы? Нет. Но экспертиза уже была. Ну, я уже давно ничему не удивляюсь. Да, и мы выкладываем все на сайте, вот как правильно пишет Марьяна Юрьевна. Поэтому можете пользоваться. Вот я слушала варианты, вебинар Марии Валерьевны Вербицкой по форварду. Она сказала, что мы книги для учителя не выкладываем из соображений копирайта. Мы выкладываем. Так, ну и теперь последний, самый интересный этап нашего общения. Это опытное обучение и онлайн-дневники. Итак, опытное обучение и онлайн-дневники не предполагают обязательной колечной оценки результатов, но требуют тщательного анализа и описания хода работы. Дневники пишутся в свободной форме и позволяют увидеть особенности повседневной работы, убедиться в достоверности данных, выявить удачные методические находки учителей и получить информацию из первых рук. Дневники позволяют учителям не только напрямую связаться с авторами курса, но и поделиться опытом с коллегами, коллективно найти решение общих проблем, повысить свою профессиональную компетентность. Авторы, апробаторы онлайн-дневников обеспечиваются бесплатными ОМК и рабочими тетрадями на класс. Вот сейчас будьте внимательны, будьте внимательны. Сейчас будет очень много такого конкретного материала. Итак, в 2011-2012 учебном году появился в продаже учебник Happy English Road для второго класса. И, конечно, мы как авторы очень волновались, поскольку написание учебников для начальной школы мы очень много уделили им внимания. И мы, это была наша идея, объявили на нашем сайте EnglishTeaches.ru, что мы, как авторы, хотели бы, чтобы учителя приняли участие в апробации наших ОМК в виде онлайн-дневников. И откликнулось три человека. Это Елисеева Ольга Николаевна, село Ельники, республика Мордовия, Метелкина Людмила Викторовна, Меленковская СОЖ, Владимирская область, Волосовцева Галина Ивановна, город Курганец, Краснодарского края. И, конечно, как всегда, вместе с нами были Метюгина Татьяна Геннадьевна. Она решила обучать по нашему учебнику свою внучку. И у нас еще есть прекрасный наш помощник, это ник у нее училка, Ткаченко Светлана Анисимовна, которая ведет репетиторские занятия по нашему учебнику. И вы знаете, мы вот с этими дневниками попали в точку. Вот мы даже сами не ожидали, какой интерес вызовут эти дневники. Потому что в конце года просмотрела, их просмотрела каждый дневник около шести тысяч человек. И это мы сразу почувствовали, что учебник пойдет, он понравится. В этом году, в этом году мы уже объявили акцию, но, я так понимаю, немножко поздновато. Вот тут что-то пишут репетиторские, авторские, написал на основе авторские. Значит, дорогие друзья, я вот сейчас отвлекусь. Значит, что такое рабочая программа, что такое авторская программа, что такое примерная программа? Вы почитайте стандарт, там все сказано. Значит, сначала существует стандарт, потом существует примерная программа. Это государство нам спускает. Мы от примерной программы «Шаг влево, шаг вправо, расстрел». Дальше, когда был федеральный компонент, эти программы, которые писали авторы, назывались авторские. А теперь, когда пошел в ГОС, они называются рабочие. То есть автор пишет программу и пишет рабочая программа к учебнику. А вы уже называете, как вам скажет ваш школьный методист. Вот то, что я сказала, так написано в стандарте. А вы уже делаете, как вам нужно. Итак, вы меня слушаете? Итак, значит, в этом году мы объявили акцию в... Да, причем по результатам у нас был не только... Вот эти три учителя писали онлайн-дневники, это был еще конкурс. Мы в конце каждой четверти подводили конкурс. То есть у нас был то один занимал первое место, то другой. Были сертификаты, были авторские призы, были денежные премии. То есть мы всячески поощряли своих апробаторов и заочно знакомы с каждым, очень хорошо знаем их проблемы. А вот в этом году мы объявили акцию в августе, что первые 20 учителей, которые захотят участвовать, подадут заявку на участие в апробации учебника второго класса, будут обеспечены бесплатно ОМК, а их ученики бесплатно рабочими тетрадями. Было где-то 50 заявок, но поскольку мы сказали 20, мы подвели вот эту черту под 20. И извините, некоторые учителя были недобросовестные, потому что по окончании первой четверти кто-то написал один раз, а кто-то вообще не написал. Вот мы пересмотрели и оставили 12 человек. Вот эти 12 человек, вот этот список вы видите, и мы по окончании первой четверти, то есть вот такие формальные сухие отчеты, мы помещаем в отчеты апробаторов. Их я посмотрела, уже более 6 тысяч человек. Толя, иди сюда, Елена что-то запрашивает на правое вещание. Извините, это я зову своего, значит, помощника технического, но он куда-то уже исчез, сейчас придет. Нет звука, пишут, нет звука, заморозьте видео. Обязательно этот вебинар будет выражен в виде видеозаписи. Любовь Викторовна, будьте добры, скажите Толе, чтобы он сюда зашел, а то, что народу нет звука и так далее, и так далее. Так, значит, вот эти 12 человек, среди них, я сказала, более сухие отчеты, выложенные на, просто в отчеты апробаторов, а более интересные дневники, более интересные отчеты выделены в отдельные дневники. Сейчас, секунду, у нас техническая опять тут перезагрузка, вот пишут. Итак, значит, вот у нас в разделе happyenglish.ru есть раздел отчеты апробаторов и онлайн-дневники. Я горячо рекомендую вам познакомиться с... Вот кто-то пишет, сейчас сижу с учебником 11 класса, готовлюсь на завтра. Татьяна Ладан. А вы посмотрите, вы... Вот, Татьяна, я вас спрашиваю, а вы знакомы с дневником Татьяны Геннадьевны Митюгиной? Вот там очень много полезного. Итак, а выделили мы в отдельные дневники дневник Сливень Валентины Алексеевны, это Санкт-Петербург, дневник Аникиной Людмилы Анатольевны, прекрасный дневник, и она сейчас является участником вебинара, я вас приветствую. Прекрасный дневник, каждый урок снабжен разработками. Это город Лангипас, Тюменской области. Я специально посмотрела, что там бывают морозы, бывали до 60 градусов. Белогубец, Евгения Евгеньевна, это и Амурская область. Видите, какая у нас обширная география. Слесаревская Ольга Витальевна, лицея держава, наша звездочка, наша надежда, работает три года, а такое впечатление, вот такая хватка в нее, учительская, что кажется, что она родилась учителем. Она живет в городе Обнинск, мы с ней находимся в 100 метрах, но до сих пор знакомы только заочно. И вот, пожалуй, из тех, чьи дневники мы выделили в этом году. А далее у нас идет по третьему классу апробация. Это наши апробаторы второго класса ведут дневники. Это Елисеева Ольга Николаевна, Метелкина Людмила Викторовна и Волосовцева Галина Ивановна. И в пятом классе, как всегда, пионером выступает Метюгина Татьяна Геннадьевна. Очень интересный дневник с очень интересными находками и разработками. А сейчас, для того, чтобы не быть голословной, я хочу вас познакомить с несколькими записями, поскольку начало изучения языка очень волнующее. И оно либо, понимаете, хорошее начало, это, понимаете, это залог того, что мы действительно вырастим человека, который владеет и любит английский язык или нет. И потом это еще благодатное поле деятельности. Это плюс. Минус. Не навреди. Не дай бог, малышня. Да, понимаете, одно дело был пятый класс, а другое дело второй класс, которые еще не знают, где у них носовой платок лежит. И если мы у них сразу отобьем охоту, отбить охоту очень быстро, то это залог неуспеха в течение всех остальных лет обучения. Вы же понимаете, что у нас это не урок литературы, не урок истории. Когда пришел талантливый учитель, интересно рассказал тему, и все, ученики твои, они пошли за тобой. Английский язык, какой бы талантливый учитель не пришел на третьем году, на четвертом году обучения, либо надо начинать все сначала, либо это будет, вот этот неинтерес к предмету будет очень долго и не успех, и придется очень много работать. Итак, значит, да, еще у нас есть такая Улаева Марина Семеновна, которая тоже является, я вот тут глянула участником форума, она прекрасно ведет дневник из Тамбовской области, и я тоже буду ее цитировать, дневник. Вот, значит, очень интересно пишет Людмила Анатольевна Аникина о том, как она очень опытный учитель, как она готовилась к первому уроку в втором классе, как у нее оборудовано место, как у нее есть интернет, что у нее и такая-то система, и такой-то браузер, и все у нее разложено по папочкам, и вебинары все она посетила, и семинары посетила. И, естественно, это уже какой-то залог успеха, видно, как серьезно учитель относится к работе. Дальше, вот, я буду сейчас отдельные отрывки читать, отрывок из дневника Улаева и Марины Семеновны, Тамбовской области, очень известного учителя в Тамбовской области, которую мы пригласили на семинар учителей, которая будет наряду с другими апробаторами, я еще это объявлю, будет в Обнинске с 25 марта, проходить по 29 марта, я приглашаю всех, еще раз буду об этом говорить. Итак, одним из основных наших принципов мы провозглашаем то, что наш учебник учитывает интересы учителя и ученика, и позволяет работать ему в разных условиях. Вот Улаева Марина Семеновна пишет, «Мне предложили поработать в филиале, где нет учителя английского языка в этом году, и, кроме того, второй и третий класс занимаются вместе. В третьем классе второй год обучения и учебник другого автора. И я не знаю, как бы смогла работать в таких условиях, если бы не возможности данного учебника, happyenglish.ru. А ведь моя ситуация не единичная. Учебник действительно ру, он ориентирован на нашего ученика и нашего учителя. Провела там два урока. В классе было три третиклассника и три второклассника. Потом будет чуть больше, несколько детей болеют. Во втором классе все успели и совсем не устали, несмотря на то, что уроки были спаренные. Так что мой дневник еще превращается в дневник преподавателя, работающего в совмещенных условиях. Мы все с интересом участники вот этих апробаторов онлайн, значит, те, кто пишет онлайн-дневники, как дела идут у Тимонина Михаила Александровича из Мордовии. Он написал, что у него вот тоже малокомплектная школа, в одном классе два человека, в другом, и все сидят вместе, и что делать. И вот второй класс, у него две девочки. Но он понял, что по такому учебнику надо действительно качественно заниматься и в свое время, не оплачивая никем, занимается с этими девочками. Я посмотрела около тысячи участников, просмотрела его дневник. Мы переживаем из-за него, из-за этих девочек, из-за их успехи. Пока пишет, что все нормально. Дальше, опять же, цитирую, и вот буду говорить о проблемах, цитирую Людмилу Анатольевну Аникину. Она пишет, вот проблема словарей у нас возникает во втором классе. Пишет, что читаю дневники апробаторов прошлого года, и этого вижу коллеги обсуждают, надо ли вести отдельный словарик. Я-то его так и не завела, и почему-то мне кажется, что я права. Значит, дорогие друзья, по словарям мы, как авторы, не настаиваем. Но есть очень организованные учителя. Я не буду называть фамилии, но знаю, что вот есть люди, которые, учителя, которые успеют на уроки все. Я, например, как учитель, была очень увлекающейся учителькой, и знала, что если я заведу словарь, значит, вы завели словарь, но, дорогие друзья, во втором классе хоть раз в неделю их соберите и проверьте, вы же тогда плодите ошибки, что это за словарь с неправильно записанным словом. Или как, надо как-то организовать эту работу со словарями. Мы, как авторы, не настаиваем на ведении словарей. Если вы хотите, успеваете, у вас есть положительный опыт, ради Бога. Но наш учебник организован так, что у нас есть англо-русский словарь в учебнике, у нас прекрасная ротация лексики, то есть постоянно лексика повторяется и повторяется и повторяется. Зачем еще иметь свой словарь, когда у них вот такое огромное хозяйство, как пишет Людмила Анатольевна, и учебник, и тетрадь на печатной основе, маленькая тетрадка для диктантов, дневник, пластиковый конвертик для букв и слогов. Они вот только начали ориентироваться в этом большом хозяйстве. А вот то, что действительно лексика частотная, здесь я согласна с авторами. Иначе они бы сразу посоветовали вести словарь. Они видят эти слова и в учебнике, и в рабочей тетради, и в разных сочетаниях. Теперь мне очень понравилось у той же Людмилы Анатольевны Аникина из города Лангипаса, как она проверяет домашнее задание. Но это, так сказать, Людмила Анатольевна, если не секрет, сколько лет, напишите, сколько лет вы работаете в школе. Так здорово владеть всеми техническими средствами. Но у нас здесь присутствует и Татьяна Геннадьевна Митюгина, которая всех учит еще пользоваться, и молодежь учит пользоваться компьютером и всем остальным. Вот Людмила Анатольевна пишет, 28 лет. Значит, вот она пишет, что, как она проверяет домашнее задание. Вся рабочая тетрадь отсканирована для того, чтобы домашние упражнения соответствия можно было вынести на интерактивную доску в презентации. Так быстро проходит проверка, самопроверка. Кроме того, если я что-то хочу прокомментировать, пояснить, я не в воздух говорю, а показываю детям, легче это сопоставить со своей рабочей тетрадью. Мне это тоже очень понравилось. И дальше пишет, опять же, Людмила Анатольевна Аникина. Дети, находки, опять же, вот как совет. Дети привыкли к определенному ритуалу урока. Пока они заходят в кабинет, на экране английский алфавит, звучит песня, они подпевают, готовятся к уроку. Урок начинается с повторения изученных букв и звуков. Как только дети видят их на экране, начинают хором проговаривать без меня. А какая буква, пишите, дает, обозначает какой звук. Безошибочно отличают согласно и гласно, и знают их цвета для раскрашения новых букв. И дальше продолжается, что, вот мы и говорим, в книге для учителей пишем, не надо учить песню об алфавите, они ее как бы между делом учат. Пусть она только каждый раз звучит. И дальше урок, 14-й урок, это ближе к концу первой четверти, пишет, что знакомый ритуал до начала урока, песня про алфавит. Кто поет, кто готовится к уроку, кто только еще заходит в класс, вдруг реплика. А когда будем про хот-дог читать, я уже прочитал, все, песня сама по себе, все кинулись к учебнику, где хот-дог, почему я этого не прочитал. И вот уже маленьким кружком собрались вокруг парты Вовы, читают. Он от нетерпения рассказывает наперед, что там будет, заходят еще двое. Что это вы там делаете? Про хот-дог читаем. Так мы читали, давайте вам расскажем. И так далее. То есть я хочу сказать, что очень у нас большое, так сказать, огромное внимание мы уделяем социокультурному компоненту, который интересен ребятам этого возраста. И, может быть, они начнут читать и по-русски лучше, потому что это проблема всех. И раз мы сообщаем интересный материал, то они, значит, улучшатся чтение и на русском языке. И, конечно, Людмила Анатольевна, я не могу сдержать слез, когда читаю ваш отрывок, как приходите вы. Сегодня утром читала, сейчас решила не читать, потому что опять не удержу слез. Но нельзя без волнения читать отрывок, как вот приходят Кирилл и Танечка, но на урок и холодно, и темно. И пишет дальше Людмила Анатольевна, что он первым приходит, чтобы зажечь в классе свет. Но Танечка его обгоняла, потому что она вышла. Тогда он стал приходить еще на полчаса раньше, чтобы зажечь, то есть еще раньше Танечке, чтобы зажечь свет, и гордой собой, и там раскладывает какие-то там буквы и так далее. И идет учитель по темному коридору в холодном Лангепассе, и знает, что его вот в таком-то кабинете ждет человечек, так сказать, свет включил. Вы понимаете, я уверена, что, ну вот почему-то уверена, поправьте меня, если я не права, что это невозможно в какой-то другой стране, вот только в нашей так возможно. А раз такое возможно в нашей, и так откликаются дети на то, что сделали авторы, то в конце концов мы добьемся хорошего знания английского языка. Как вы думаете? Вот, значит, не волнуйтесь, кому плохо видно, плохо слышно, все будет в видеозаписи, выложено завтра же, не волнуйтесь, вы все услышите и увидите. Дальше. Вот у нас во втором классе есть проект «Алфавит», то есть со второго же урока они приступают к проекту «Алфавит», когда они, вот опять же это все для изучения букв и звуков, когда они закрашивают в рабочей тетради картинку со словом там букву или букву в слове и так далее. Как это делает Людмила Анатольевна Аникина из города Омгипаса? Она говорит, что, значит, мы, появляется знакомая страничка на интерактивной доске из рабочей тетради с известными нам буквами. Пришли в восторг, когда при щелчке, крупно увеличиваясь, появлялась цветная картинка из форзации учебника и размещалась поверхнецветной картинки. И это были слова, которые мы умеем читать. Вот это здорово. Вот видите, какие для нас, вот это и есть, так сказать, опыт, опыт, который мы сразу же передаем, как здорово нам помогают эти технические средства, правильно используемые. И это были слова, которые мы умеем читать. И что и проделали все группы, ждали, когда очередная картинка выплывет, весело читаем хором. То есть, и вот Людмила Анатольевна Аникина ведет свой дневник и прикрепляет свои разработки к каждому уроку. То есть, здесь, конечно, много находок. А вот очень мне тоже нравится, как ведет дневник белогубец Евгения Евгеньевна из... это Амурская область. Мы ей написали, пригласили ее на семинар учителей в Обнинске в марте. Она написала, что все хорошо, дорогие друзья, но мне на поезде добираться до Москвы пять с половиной суток. Вы представляете, как здорово, что у нас есть интернет, есть вебинары и так далее. Вот что пишет Евгения Евгеньевна о конца первого триместра. Какой итог у него? Десять учебных недель. Почти все мои ребята, лишь одна девочка затрудняется у нее с русским языком, проблемы, знают буквы и звуки уроков 1-15, знают и умеют читать изученную лексику, владеют социокультурной информацией, умеют различать на слух звуки, слова, умеют четко, пошагово следовать инструкциям, умеют работать в микрогруппах, осуществлять самоконтроль, пытаются анализировать собственные ошибки. Это вот наши пресловутые УУД, это и регулятивные действия, и специальные учебные умения, и универсальные учебные действия и так далее. Все это заложено в нашем учебнике. Перед тем, как приступить, мы сначала очень долго и подробно изучали программные материалы. Вот проблема такая у всех, у всех, это диктанты. И почему-то, вот я удивляюсь, почему учителя ставят это во главу угла, или мы чего-то не додумали и не досмотрели, Марьяна Юрьевна. То есть понимаете? Да-да, Людмила Анатольевна, вам тоже прислали, значит, приглашение поучаствовать в учительском семинаре, послали Аникиной Людмиле Анатольевне, Митюгиной Татьяне Геннадьевне, Белогубец Евгений Евгений, но не знаю, доберется она или нет, потом еще кому, Митюлкиной Людмиле Викторовне, Елисеевой Ольге Николаевне, еще кому-то, может быть, забыла. Сейчас мне Сливень Валентине Алексеевне из Санкт-Петербурга. То есть, может быть, я еще кого-то забыла. То есть, и вот апробаторы, они знакомились, вот даже по отзывам одного из апробаторов, Людмила Викторовна Митюлкина сказала, что одним из самых ярких моментов учительского семинара прошлого года было знакомство и общение с Татьяной Геннадьевной Митюгиной. То есть они там встречаются, и вы понимаете, когда так много умных голов вместе, что еще может родиться от этой деятельности, я имею в виду в хорошем плане. Значит, о диктантах. Вот что-то уже Марианна пишет. Значит, дорогие друзья, вы понимаете, главная цель наша во втором классе это научить читать и приучить слушать речь английских дикторов. Мы не добиваемся от вас 100%. Вы понимаете, вот эти диктанты были придуманы. Это, например, когда я работала переводчиком, и очень много приходилось вести телефонных переговоров, то приходилось очень много слов писать, когда тебе их диктовали по буквам. Это очень, это высший пилотаж, это очень сложное занятие. Давайте я вам сейчас русское слово продиктую по буквам. Как вам легко будет записать русское слово? Одно дело КО-РО-ВА, а другое дело КО, еще могут сказать РОВА и так далее. Это же сложно. Малышне, это, конечно же, сложно. Мы ни в коем случае, понимаете, первое, что мы хотели, это не углубляйтесь в письмо, ведь, понимаете, переходим к электронным учебникам. Вон в Америке уже с первого класса отменили письмо рукой, а перешли на клавиатуру, понимаете. Вот тут одна учительница написала, почему вы не обучаете каллиграфии вот с наклоном и так далее. Опять же, мы не против этого. Где взять время? И это сейчас не самое главное для нас, понимаете. Главное, чтобы на ту букву мог узнать, мог ее озвучить, мог прочитать в слове и, так сказать, общаться на языке, понимаете. И некоторые просто приходят в отчаянии. В чем дело? Не получаются диктанты. А как они получатся? Причем, вот сейчас я почитаю, как тут это самое, как тут учителя. Но ведь у каждого свой набор учащихся. У кого-то послабее, у кого-то посильнее. Ни в коем случае не получается. Вот продиктовали, разобрали, ушли дальше. Сейчас я еще к этому вернусь, прочитав отзывы учителей. Еще раз повторяю, главная цель научить читать, приучить слушать. А мы даем диктанты не с голоса учителя, а с голоса английского диктора. Вот сейчас, после того, как я проанализирую, я скажу, что я предлагаю, когда дети. Вот диктанты сама провожу, диктора не включаю. Понимаете, вы на 50%, Татьяна, используете мощности. Видите, диктуют сами. Диктуют сами. Это надо подумать. Конечно, высший пилотаж, когда вот с диктором, хотя бы вот делать, понимаете, они ведь смотрят еще на ваши губы. Вы им облегчили задачу наполовину. То есть, напишите, мы выступим с большим сообщением на эту тему. И вот смотрите, что пишут учителя. Значит, урок 20-й пишет учитель из Санкт-Петербурга, что когда до письма доходит караул. Это урок 20-й. Урок 28-й стало получше. Стали писать лучше. Пишем уже не под мою диктовку, а слушаем Уилла, понимаете? Но у нее сильные ребята. Это урок 34-й. 34-й – это начало уже 3-й четверти. Вот если у вас дети научатся писать под диктовку диктора, это будет, конечно, здорово. Под вашу диктовку, понимаете, мы не хотим, чтобы они привыкали к вашему английскому. Нам не нужен Мари Иванов на English. Нам нужен English English, понимаете? А если это будет Мари Иванов на English, они не будут тогда слушать диктора, зная, что вы им снова продиктуете по-своему. Либо вы делаете так. Все-таки включаете, сначала предъявляйте. И когда вы слушаете какие-то сообщения, рассказы, сначала включайте английского диктора, а потом скажите, а теперь давайте разбирать. Ну, кто там разобрались, не разобрались, а теперь давайте разбираться. Конечно, идеально, идеально дробить, как мы учились сами, это было в далекие 60-е годы, дробить, значит, вот предложение, например, на синтагмы. И опять же, вот у нас, я помню, бобину, значит, вы, наверное, молодые ученики знают, что такое бобина на магнитофоне, останавливал преподаватель фонетики, и снова-снова, но за английским диктором, а не за ней, не за вами, понимаете? Тогда вы их приучите слушать. А ведь аудирование, я говорю, что это... Научите аудировать. 50% от проблемы коммуникации вы решили. Они услышат, что от них требуют. Дальше, вот урок 34, она пишет, что уже получше. Все-таки мы выступим с большим сообщением на форуме. Дальше. Пишут, что хорошо выполняют домашние задания. И пишут, что во втором классе уже есть задания, они все практически в формате ГИА. Вот так называемое «одеринг», располагать предложение в правильном порядке. Вот говорят, как вы готовите к ЕГЭ. Товарищи, мы обучаем языку, а даем задания в формате ЕГЭ. Просто формат чуть-чуть задания меняем, и все. А обучаем языку, а не к ЕГЭ готовим. Причем, вот опять же, слушая вебинар Вербицкой, она сказала, что, конечно, как только он станет обязательным, конечно же, формат экзамена изменится, и сложность изменится, если это будет общегосударственный экзамен. Вот очень нравится мне, как ведет свой дневник Улаева Марина Семеновна из Тамбовской области, которой, кстати, мы тоже прислали приглашение на семинар. Итак, вот она пишет. Выполнение упражнения 1 из урока 10 показало, что дети, как это ни странно, учат английский язык Марины Семеновны, то есть ее. Я сравнила результаты диктовки под запись, под запись и с моего голоса 50% в первом случае, у 1-3 учащихся, и 90% у 8 из 12 во втором. А ведь другие упражнения, когда нужно было или расставить услышанные слова по порядку, или как в 9 уроке выбрать услышанное слово, делали лучше. Попытаюсь полностью исключить повторение записи самой, хотя я практически и не перечитываю сама. Лучше пусть делают медленно, пусть на дом уйдет упражнение, но слух и скорость понимания на слух нужно развивать. Я с вами 100% на Марина Семеновна согласна. Кстати, Марина Семеновна, вы, я знаю, участвуете. Скажите, а вы сколько лет преподаете в школе? Значит так, возможно, некоторые упражнения будут спрашивать повторно после работы дома. Вот важно, пусть возьмут диск, пусть работают с диском, понимаете? Если есть, особенно во втором классе, заинтересованные родители, конечно, только с помощью родителей, можно добиться многого. Порадовало то, что мои детки начали гораздо лучше слышать, потому что она, вот понимаете, этим работает, над этим работает постоянно. И результат будет, да, у нас отсроченный результат, но сегодня, не завтра, может через год. Но будет, если вы будете настаивать. Не так важна оценка, важен результат нам. Конечно, провели работу на прогнозирование того, что мы, возможно, услышим правильно. Вот это преддиктинг, очень важно. Какие предложения при выполнении практически все делали без ошибок. Вот вас отсылают к дневнику Марина Семеновна Улаева, и тоже очень интересный дневник. Вот пишет наша Надежда Слесаревская Ольга Витальевна, которая тоже будет выступать. Она в городе Обнинске живет, будет выступать на семинаре учителей. Вот кто-то пишет, а мои второклассники даже спрашивают, мы будем сегодня под диктовку писать? Ну вот видите, как здорово. Значит, кому-то нравится. Вот кто идет в системе, будет результат, уверена. Вот пишет Слесаревская, урок 9. Назвала его для себя методический клондайк. Сразу увидела, кто из детей слова выучил, а кому еще надо поработать. Это было на аудирование. Веселая и интересная игра получилась, работали в парах, потом еще хором почитали эти пару слов. Дети были в восторге. Упражнение 3, спасибо. Тысячу раз буду повторять спасибо за подобное упражнение на аудирование. На аудирование, причем с разными заданиями очень интересными. Было очень сложно, парадокс. Читают слова правильно, произносят правильно, но не могут правильно слышать. И эта проблема стоит вплоть до 11 класса. А вот если мы начнем со 2, в 11 такой проблемы не будет. Дай Бог нам всем здоровья и довести их до 11 класса. Я очень надеюсь, что такими упражнениями мы убиваем эту проблему на корню. Пишет Ольга Витальевна Слесаревская. Третий год работающая в школе. Ну очень, такое чувство будет настоящий аст. Дальше. Пишет Слесаревская. Понимают, когда слушают. В начале года я бы в это не поверила. Но сейчас виден результат работы. Это 15 урок. Аудирование – это конек этого учебника. 20 января 2013 года. То есть вот совсем недавно. Ура, ура. Троекратное ура волшебному щелчку в головах моих учеников. У нас сегодня впервые 100% выполнение заданий на аудирование. Летаю от восторга после урока. Две четверти ждала, и вот оно случилось. Спасибо за учебник, он действительно работает. Урок 36. У нее две группы. Одни умнички, она называет, а другие такие послабее. Мои умнички. Упражнение 2. Я уже приготовилась к полному провалу. Заранее начала успокаивать себя. Я ей пишу, Ольга. То есть Ольга Витальевна, а что вы так скептически относитесь? Мы, еще раз повторяю, мы очень много думали, прежде чем написать. И проверяли это. Значит, приготовилась к полному провалу. Заранее начала успокаивать себя. И, о чудо, мои ребята все как один начали правильно, без проблем записывать слова под диктовку диктора. Я радовалась больше них, наверное. Конечно же, похвалилась. Сказала, что мы с ними осилили самое сложное задание. После этих слов мои без того старательные детишки начали просто творить чудеса. Игра в фонты по парам удалась. Ни у кого не вызвала затруднение упражнений 4. 100% аудирование. Аудирование. Проговорили и ответили на вопросы и так далее. Выставила оценки, а до урока еще 10 минут. Ну вот у меня никогда времени не оставалось. Я все время возилась с каждым. Понимаете? В особенно начальной школе, в нашем предмете, чем больше вы уделите внимание каждому, всем, потом вы больше будете радоваться результатам. Понимаете? Надо как можно чаще. Я избегала фронтальной работы, а работала с каждым индивидуально, вопреки своему перерыву, свободному дню и так далее. То есть подойти к каждому надо. Тогда будет хороший результат. И ни в коем случае не запускать, не выпускать. Дальше. Очень любят, когда я спрашиваю. Вот очень мне понравился прием с Лисаревской. Очень любят, когда я спрашиваю их на полном серьезе. Какое задание вы сами себе дадите на дом? Вот эти наши регулятивные действия. Над чем надо поработать лично тебе? И они наперебой начинают перечислять свои проблемы и задания. И потом, сделав им видом, себе записывают задание. И самое главное, что они его действительно выполняют. Один мальчик говорит, я слова подзабыл, надо поучить. Кто-то работу в словаре задает, кто-то чтение. Молодцы, ребята мои. Очень радует. Очень. Понимаете? Вот мы действительно их учим учиться. Вот самое главное требование, стандарт – это учить учиться. Родители. Значит, да, потом Ольга Слесаревская пишет, что очень здорово, что у учебки есть резервные уроки. Что это всегда, думаешь, вот не успею, а вдруг есть резервные уроки, и тогда все нормально. И пишет, что все неплохо. Когда идешь во второй класс, то есть праздник, когда есть урок во втором классе. Я охотно верю. Действительно, когда видишь, что ты сделал, видишь отдачу, видишь результат труда. А у нас это в английском очень сложно проследить. И пишет, что, значит, и планируем праздник алфавита. Кстати, мы изучаем алфавит в течение 43 уроков. Но не только алфавит, конечно, там параллельно и так далее. Но, тем не менее, не за два урока мы его изучаем. А все очень постепенно и дозировано. И пишет, что я сначала думала, что легко в началке. А оказывается, это не так. Но тяжело, очень тяжело. Но такая отдача. И на прошлой неделе было родительское собрание. Вот, кстати, отзывы родителей. Ходила в оба класса, рассказала о наших успехах. Попросила родителей поделиться впечатлениями о том, как они оценивают работу мою и своих детей. Было очень приятно услышать, что для многих детей английский это любимый предмет. Родители очень довольны учебниками. Так им понятно, и у них есть возможность помогать детям. Особенно, когда те болеют. Вот это очень важно, чтобы ребенок не отстал. И наш учебник для этого создает все условия. И вот пишет, что один мальчик, второй В-класс, болел больше месяца. Но уроки не ходил. Но дома с мамой занимались, слушали диск. И все-все уроки прошли. Когда он пришел, то ни капельки не чувствовал, что ребенка так долго не было. Мама сказала, что очень удобно, что не надо самим ничего придумывать. А достаточно просто открыть учебник, слушать диск и выполнять задания. Кстати, на диске все теоретические объяснения по поводу правил чтения записаны моим голосом. Так что можете познакомиться с моим голосом тоже. Вот очень тоже интересно, пишет Сливия Валентина Алексеевна из Санкт-Петербурга. Пишет в 11-м, на 11-й урок. Показал, что всех детей можно научить читать. Вы понимаете, вот я читаю отзывы учителей, у меня такое впечатление. Раз они так пишут, причем учителя опытные, то они действительно сами не верят в свое счастье. Понимаете, вроде так, вот в отчетах у нас все хорошо, а вот действительно научить на уроки. Это дорогого стоит такой отзыв, но как-то вот действительно с таким удивлением. То есть действительно, значит, так намучились в предыдущие годы, я так понимаю. Пусть кто-то читает по слогам, он и по-русски также читает. Главное, что детям нравится. Видно, что большинство усердно работают дома, читают, слушают диски. Душа радуется, когда приходят второклассники. Им все нравится, всем хочется ответить, прочитать, поработать у доски. Особенно радостно слышать каждый раз о том, что очень быстро пролетает урок английского. Не то, что русский или математика. Лишь бы не отпало желание учиться, пишет учитель. Мы в своих учебниках постарались это сделать. Вот о такой проблеме пишет. Я за этим слежу и даже лично написала вот Валентиня Алексеевна. Она приедет, если к нам на семинар, будем с ней это обсуждать. Значит, сегодня во второй Б пришла новая девочка. Ни слова по-русски не говорит, ничего не понимает. Узбечка уже училась в таджикской школе. Это у нас, так сказать, сплошь и рядом теперь. Но я-то ни слова на ее языке не знаю, что делать. Не знаю. Help. Урок 13-14. Значит, девочка пришла на 12-м уроке. Это, значит, прошло 6 недель уже, да? Полтора месяца. Теперь пишет, что прошли на одном дыхании. Всем деткам очень нравится читать, узнавать новые слова. Читают хорошо. Даже новенькая девочка, которая русского не понимает, прочитала слово фильм. Вот это очень интересный такой показатель, что вот если понятно ребенку объяснить, и вот, так сказать, ничем это больше не окутано, вот отдельно она уже, видите, прочитала слово. Дальше. Как она смогла это сделать, не знаю. Но вот буквы под диктовку пишем не очень хорошо. Детям проще самим составить слова из разрезного материала, чем записать. Ну, конечно. Дальше пишет, что вообще хочется еще раз отметить, что чтение идет отлично. За редким исключением дети читают очень хорошо. Если ошибаются, тут же исправляют ошибки. Новая девочка читает слова, поднимает рук, когда хочет почитать. Меня, правда, не понимает. Общаемся с ней через переводчиков-одноклассников. Как они друг друга понимают загадку. Но ведь понимают, и главное, все искренне помогают ей, что-то объясняют. Вот это очень важно. Понимаете, толерантность. Сейчас это одна из самых главных задач. Вот воспитание толерантности. И урок 28. Это почти конец второй четверти. Хочу особенно отметить Фаризу, ту девочку, которая пришла в группу 2-го Б-класса, не зная русского. У нее замечательные успехи. Отлично знает перевод всех слов. Стихотворение из урока 27 выучила и отлично рассказала. Слушает диск все время. Значит, хорошие языковые способности. Хотя я не сдавала его и учить наизусть. Всегда первая поднимает руку, чтобы ответить. Темничка, я ведь сначала ломала голову. Как же я учить ее буду? Вот видите, вот такие у нас еще есть результаты. Итак, итоги за первое полугодие пишет Марина Семеновна Улаева, Тамбовская область. Так грустно, что вторая четверть для меня закончилась не так, как мечталось. Нет смысла вдаваться в причины. Каждый встречается с сотнями, но так или иначе дети остались без трех последних уроков. Однако хорошо просматриваются определенные результаты. Во-первых, первые четвертные оценки второклассников. Из 12 только две оценки «хорошо». Это при моей-то известной скупости. Практически все свободно работают с материалом первого полугодия. Это при том, что кто-то немало болел во второй четверти. Во-вторых, это то, что родители, те, кто действительно заинтересован, смогли помочь своим детям. Пришлось даже просить их не проходить с детьми материал заранее. Одна мама сказала, что ей само интересно. И пишет, что как в нашей жизни много, так сказать, как много в нашей жизни играет случай. Если бы психолог не предупредила о том, что вот такой класс. И если бы я пыталась определиться с учебником, знакомиться со всеми, что предлагают совершенно случайно, не зарегистрировалась бы на вебинар Клары Сакна. То есть это комплимент в адрес издательства, что вебинары действительно, я так понимаю, помогают. Дело в том, что так, там уже идет свой между собой чувство давно. Но сейчас мы с вами будем разбираться. Людмила Викторовна, вы записываете вопросы? Так, я хочу вот еще сказать, что иногда вот мне писали, что вот для детей с девиантным поведением и так далее. Я хочу сказать, что, во-первых, наш учебник, и мне не дадут здесь слукавить преподаватели, которые работают, написан для умных, смышленых ребят, которые в курсе последних мультиков, последних книг детских, последних мюзиклов и так далее, для развитых детей, их родителей и так далее. Но он многослойный, просто учебник многослойный, понимаете? Каждый, то есть учитель может взять тот слой, который посилен ребятам этого класса. А вообще-то это учебник, как я всегда люблю говорить, сегодняшнего и завтрашнего дня. И по достоинству он будет оценен, ну, я не знаю, ну, года через три лет, через пять. Вот я скажу, какое значение он сыграл в судьбе, влияние оказал на вообще формирование ребят как личности. Он очень многогранен, очень. И обращаться надо с ним очень осторожно. В третьем классе у нас очень интересные результаты, но это будет отдельный семинар. И по пятому классу тоже, вот Татьяна Геннадьевна ведет очень интересный дневник. Это тоже будет отдельный семинар. Мы вообще, Татьяна Геннадьевна, открою вам секрет, планируем пригласить вас выступить вот тоже на вебинаре со своим опытом. А у Татьяны Геннадьевны разработки не только вот по пятому классу, у нее по всем классам нашего УМК. Она работает с первого года появления наших учебников, а это было 12 лет назад. И у нее очень много разработок интересного материала, да и на семинаре она у нас будет выступать, у вас будет возможность с ней пообщаться. Так, дальше. Но, это называется, не расслабляйтесь. Итак, начало второго полугодия. Опять проблемы. То есть в английском, в нашем предмете нельзя расслабляться. Закончила материал первой четверти. Пришлось прихватить три урока этой четверти. Почитала, что на начальном этапе нельзя перескакивать. После каникул, должна признаться, настроить ребят на серьезную работу было как-то очень, не очень легко. Что-то я делаю не совсем правильно. Если получилось, что мои такие работоспособные в прошедшем полугодии ребята как-то с напрягом вступили во второе полугодие. Играем, придумываем сказки с удовольствием. А вот как только работа становится немного монотонней, все, кто-то начинает ловить ворон, кто-то начинает искать интересные страницы. Кроме того, заметила, что работают на меня. То есть со мной с удовольствием. Но самостоятельно поговорила с учителем и воспитателем групп продленного дня. Они тоже отметили это на своих занятиях. Теперь буду думать, как их не потерять. Жаль будет, так как ребятки способные. В общем, расслабиться не дают. К новой части учебника перейду в следующую пятницу. Пока на курсах дети объединяются и так далее. Так вот, вопрос у нее такой, что детей надо приучать к самостоятельности. И как развивать? Ну, это огромная задача. Это не только ваша, Марина Семеновна, но и всех преподавателей. И, конечно, я думаю, и вы это понимаете, что все это объяснимо. Очень интересный, вот это из ИПКРО пишут, пишут тоже учительница, сама завела дневник, Шадрина Ирина Андреевна из Шушенского района Красноярского края. Вот опять же пишут, этот урок стал еще одним подтверждением того, какой удобный этот учебник. На уроке были Яша и Вероника, они пропустили два предыдущих урока, а сегодня пришли с сияющими глазами. На перемене подбежали и сразу сюда доложили, что нисколечко не отстали, а занимались дома со словами, у них все получилось. Чтение идет, пишет, моей радости нет предела. То есть все время учителя, так сказать, с удивлением отмечают, что получается. И послесловие мне очень нравится вот в этом дневнике, что следующий урок был в третьем классе. Девочки поинтересовались, что это за учебник у меня на столе, почему у нас нет такого, объяснила. Не успокоились, пока не заставили меня, почитайте эту сказку нам, пришлось. То есть у нас учебник в виде интересных рассказов, предисловий, так сказать, чтобы создать атмосферу нужную. Пришлось. И что вы думаете? Реакция неожиданная. Мы к вам будем ходить после продленки, читать эту сказку. Я поняла, они отстанут. После уроков пришли, сели, ждут. Мне пришлось продолжить, позанимались устно, еле отправила домой. Вот так. То есть мы получаем очень интересные отзывы. Конечно, есть и проблемы, есть, так сказать, нерешенные вопросы, есть какие-то недоработки. Над всем этим будем работать, потому что я много раз говорила, что это наше детище. Идем дальше, еще много интересного. Итак, результаты экспериментов. Это растет качество учебников. В новых тиражах устраняются опечатки, добавляется информация в компоненты ОМК. Учебники становятся удобнее для учителей и учеников. Учителя приобретают новые знания путем изучения опыта коллег, получения информации из ОМК. Происходит профессиональное развитие учителей за счет обмена опытом, создания новых ресурсов к учебникам, разработке учителей. Итоги экспериментальной работы. Растет качество обучения за счет совершенствования учебных материалов и роста мастерства учителей. Растет мотивация. Родители вовлекаются в работу. Возникает партнерство школы ученика и родителей. Растет автономность учеников и их умения самостоятельной работы. Работа становится психологически комфортной для учителя. Я хочу сказать следующее. Общий вывод. Учебник удобен, интересен, понятен. И достоверность полученных результатов подтверждается независимым мониторингом. Министерство образования и науки Российской Федерации, где курс хэппинглишу.ру занял одно из высших мест в рейтинге. Значит, вот я даю ссылку, сейчас мы вот этим займемся с вами. Итак, Министерство образования и науки Российской Федерации на всей территории страны проводится мониторинг с целью сбора данных о соответствии учебник и учебных пособий требованием учебного процесса. И для того, чтобы сформировать наглядное представление состояния фондов учебников и учебных пособий по регионам. Мониторинг осуществляется с использованием веб-анкет. Анкеты для учителя, родителей ученика отличаются. Например, в анкете для учителя надо ответить на вопрос соответствия учебника в ГОСУ, полнота изложения материала, стиль изложения, ошибки, опечатки. На основании ответов учебнику дается оценка, максимальный возможный балл 100. Данные анкетирования приведены на сайте. По данным анкетирования, я сама об этом узнала только в декабре, мы взяли анкеты на декабрь 2012 года, которые вот были опубликованы на сайте, которые я только что вам показала, еще раз покажу этот адрес, можете сами туда сходить. Там довольно все непросто, но мы неделю потратили на обработку анкет, привлекли, вы знаете, город Обнинск, это город ученых, город науки, привлекли математиков и с их помощью составили вот такую таблицу, которая наглядно показывает, значит, что же происходит. Кто-то что-то пропустил. Что вы пропустили, господа? На прошлой неделе, по-моему, а я пропустила, как жаль. Так, ну ничего, господа, мы еще раз к вам приедем, не волнуйтесь. Итак, обратите внимание вот на этот график. Вот я когда утром проводила вебинар, многие учителя попросили прислать им вот именно этот слайд для того, чтобы он служил основанием для того, чтобы, так сказать, обратиться с просьбой разрешить заниматься по нашему МК. Чего обращаться с просьбой, когда все учебники в федеральном перечне. Итак, как мы выяснили из анализа анкет присланных, что существует в нашей стране пять законченных линий МК со 2 по 11 класс базового уровня. Это New Millennium, Кузовлев, извините, Владимир Петрович, не назвала полностью ваш учебник, Spotlight, Happy English, Ru, Enjoy English. Слева вы видите классы, вот написано рейтинг учебника 2-й, 11-й класс, базовый уровень и дан адрес сайта. Вы видите классы, вот 2-й, 3-й, до 11-го, а справа по горизонтали, значит, по вертикали класса, по горизонтали баллы, которые получили учебники. Что получилось? Что получилось? Получилось следующее. Во втором классе, наш учебник существует, второй класс, второй год он вышел на первое место, набрав где-то 87 баллов. Видите, каждый учебник имеет свой цвет. В третьем классе и в четвертом нет данных, потому что еще не было учебников. В пятом классе все-таки вырвался вперед, имеет где-то 83 балла. В шестом классе вырвался вперед, так довольно уже прилично, где-то тоже в районе 80 баллов. В седьмом классе здорово вырвался вперед, где-то 87 баллов. В восьмом классе тоже первый, чуть-чуть вровень идет с Enjoy English. В девятом классе здорово вырвался вперед, в десятом и в одиннадцатом. То есть вот реально показывает теперь количество анкет, которые были отвечены. Это анкеты учителя, мы не брали ученики и родители, потому что вы сами понимаете. Итак, на нее миллениум ответили 478, на Кузовлево 2335, Spotlight 697, Happy English World 3575, Enjoy English 9567. Так что все, кто работает с нами, поздравляю с тем, что, в общем-то, мы выглядим, хотя мы вот особенно началка у нас молодая, в общем-то, уверенно занимаем лидирующие позиции. Кому будет нужен этот вот слайд, можете написать мне на EnglishTitch.ru, вышлю этот слайд. Значит, теперь вот перед вами тут уже объявление, а я хочу еще раз сказать о следующем. По апробации второго класса, по апробации второго класса. Значит, те, кто хочет писать онлайн-дневники, в результате вы получаете сертификаты, благодарственные письма и поощрительные призы от авторов. Вы можете, у нас будет акция, опять 20 человек, опять будет второй класс. То есть мы будем проводить онлайн-дневники второго класса, третьего класса, второй, третий и четвертый класс. Мы будем, вот третий класс, те, кто работает, мы будем снабжать, вот, УМК учитель и рабочие тетради ученики. Значит, пишите заявки на участие в апробации в виде онлайн-дневников. Мы запросим, наверное, тогда подтверждение из школы, чтобы вы, вот, вы займете место, и мы не сможем взять тогда остальных. Вот, сделаем мы это где-то в апреле, объявим эту акцию. Тогда обращайтесь на Connect, собачка EnglishTeach.ru и пишите свои заявки. Значит, теперь какие у нас есть бесплатные интернет-ресурсы? Они все выложены на сайте EnglishTeach.ru. Как найти? Идете на EnglishTeach.ru, потом форум, потом федеральная линия учебников HappyEnglish.ru. Теперь ресурсы к федеральным учебникам, бесплатные интернет-ресурсы. Теперь выложены, что выложено на сайте. Видеозаписи вебинаров к HappyEnglish.ru. Онлайн-дневники отчета апробаторов второго, третьего, пятого, одиннадцатого класса. Разработки учителей к учебникам. Видеоуроки к учебникам. Значит, когда учитель делает разработку, он из интернета прикрепляет видео. А вот то, что вы видите, видео к урокам, это сделали наши сотрудники. Подобрали к каждому уроку фрагменты видео из YouTube. Очень интересно и для меня было тоже очень познавательно. Теперь еще что. Приглашаю всех принять участие в семинаре учителей, который состоится с 25 по 29 марта в городе Обнинске. Напишите заявку на Connecting.ru. Вам ответят, как и чего, какие условия и так далее. Что еще? Любовь Фикторовна, несите вопросы, на которые еще не ответили. Есть вопросы? Да, и сертификаты. Ссылка на скачивание сертификатов будет вам показана после того, как я отвечу на вопросы. Думаю, что где-то минут через 10 мы закончим. Так, значит, первое, значит, пишут в учебнике 9 класса, хороший подбор упражнений, хотелось бы подготовки к ЕГЭ побольше. Вот тут Марьяна Юрьевна присутствует. Я думаю, что мы это сделаем в формате ЕГЭ, мы это все сделаем в рамках рабочей тетради. Но, вы знаете, переработанная рабочая тетрадь может появляться раз в год. Чаще она не может появляться. Но вот если у Марьяны Юрьевны есть какое-то другое мнение, значит, пожалуйста, пиши, Марьяна. Дальше пишут, учебник для 10 класса будет в электронном виде? Вы знаете, я знаю, что к учебнику для 10 класса есть электронное приложение. Ты следи сейчас, может, еще какие-то есть вопросы. А вот на этот вопрос я пока затрудняюсь ответить, но я его выделю, выделю. И если вы имеете в виду, что 10 класс будет ли просто, вот он, так сказать, положен на носитель, это одно, а другое я пока не готова. Мне надо подумать. Дальше. 10 класс переписывает ответ из мистера Хелпа, как оценивать письменное домашнее задание. Так, дорогие друзья, в 10 классе мы мистера Хелпа не издавали. Если они переписывают из пиратских источников, это их дело. Вы знаете, я практикующий учитель, и до сих пор практикующий учитель. Для меня вот такие вещи смешны. Понимаете, вот я буквально два урока покажу. Вот тот, кто, вы видите, что он переписал. Знаете, опытный учитель дает ученику аналогичное предложение, если это проверка какого-то времени. Он меняет подлежащее, он меняет глагол. Задание то же самое. И вы проверите это в 2 минуты. Понимаете? То есть, для меня это никогда проблемой не было. Пожалуйста, тренируйтесь, списывайте правильные ответы. Ну, придете ко мне, я вас все равно спрошу и скажу, и тогда все это, вся ваша работа оценивается в ноль. То есть, пожалуйста, списывайте. Но если ты... Что случилось? Ну, если я тебя улечу, что ты списал, ты будешь свободен вместе с своим заданием, получишь новое задание. Вы пару раз их так поучите, и, пожалуйста, ты перепиши, но разберись. Учебники 10-11 года весной будут. Значит, дорогие друзья, в печать все учебники в ГОС, не только нашей линии, а и Millennium, и Enjoy English, это издательство титулов все выпускает, все они уходят в типографию в феврале. В конце марта они появятся в продаже. Еще раз повторяю, что очень интересная у нас книга для учителя для 11 класса со всеми изменениями. Мы прямо туда впечатали страницы учебника, поэтому следите за ее появлением. Перехожу в 4-м классе в 5-й, между ними существует огромная пропасть. Материал в 5-м классе сложный и плохо привязан к 4-му классу. Есть ли подушки безопасности для более слабых ребят? Вы знаете, я... А вот кто этот вопрос задавал? Вот, пожалуйста, я еще раз прочитаю. Вы пишете, что вот между 4-м и 5-м классом большой разрыв. Марьяна Юрьевна, тоже подключитесь, пожалуйста. Я так не считаю. А, это речь не о нашем учебнике, а то я уже испугалась. Понимаете, нами все выверено. Мы, так сказать, подвели ребят к 5-му классу. Я не знаю, по какому учебнику вы занимаетесь. Наверное, это не к нашему учебнику. Значит, программа для 2-го, 11-го класса будет создана? Спросили меня. Отвечаю вам. Я уже отвечала. Еще раз повторяю. Когда был федеральный компонент, программы, которые создавались авторами, назывались либо программа, либо авторская программа. Не было точных указаний. Наша называется к федеральному компоненту для 5-го, 9-го авторская или просто программа. В данный момент существует ко 2-му, 4-му классу. Она называется рабочая программа, составленная нами с мной и Марьяной Юрьевной. Называется рабочая программа. Ко 2-му, 4-му. К 5-му, 9-му федерального компонента есть программа. Она называется просто программа. Ко ВГОСу пишу. К 10-му, 11-му федерального компонента есть программа. Продается в издательстве титул. Две недели назад начала продаваться. К 10-му, 11-му ВГОС нет государственной примерной программы. Жду. Как только появится, я на ее основе создам программу к 10-му, 11-му классу ВГОС. 5-й, 9-й ВГОС появится в продаже к началу учебного года, если кто-то уже переходит на ВГОС. Будут ли изменения в учебнике 6-го класса? Марьяна Юрьевна, вы отвечали на этот вопрос? Ну, я вам открою такой секрет, что теперь принят новый закон об образовании и в свете того, что... Вот, Марьяна пишет, в 11-м классе умные ребята смогут использовать учебник как решебник для рабочей страницы, иногда бывает необходимый тренировок. Значит, принят новый закон об образовании. И вот согласно этому закону, через год все учебники опять будут подвергнуты экспертизе. Экспертизе. Якобы. Во всяком случае, вот есть такая тенденция. Ну, что мы можем сделать? Мы с вами люди подневольные. И вот если будет снова экспертиза учебников, вот 6-й класс мы немножко переработаем, мы туда немножечко добавим, мы уже знаем, что. Если экспертизы не будет, а я как говорила вам, мы не имеем права, не имеем права вносить никаких изменений в учебник, если он прошел экспертизу, то мы тогда сделаем третью рабочую тетрадь. Третью рабочую тетрадь к 6-му классу. Это будет обязательно. Это будет обязательно. Так. Планируете ли выпуск интерактивных плакатов для начальной школы? Для начальной школы интерактивные плакаты продаются уже, по-моему, с сентября месяца для 2-го, 4-го класса. Обратитесь в интернет-магазин или в издательство титул и приобретите их. Так. Некоторые учителя не пользуются рабочими тетрадями, ограничиваясь только учебником. Возможно ли так работать? Если вы спрашиваете лично меня, я бы, конечно, использовала все компоненты УМК. Думаю, что нет. А как они? А как они работают, если во 2-м классе все домашние задания в рабочих тетрадях? Их нет в учебнике. В 4-м классе все домашние задания в рабочих тетрадях их нет в учебнике. Все тесты практически ко всем классам, кроме 11-го, даны только в рабочих тетрадях. А как они работают? Я не знаю. Очень есть много домашних заданий, которые сокращены в учебнике и расширены в рабочих тетрадях. Будут ли изменения в учебнике 9-го класса относительно ГИА? Я сказала, во-первых, мы считаем, что там нормально, конечно, конечно, будем, мы все время апгрейдиваем тетради, если кто-то следит за нами. И вот Мариана Юрьевна отвечает, и читайте чат. Видите, как мы сегодня вам интересно устроили, потому что мы сейчас в разных странах находимся. Мариана Юрьевна у нас живет в Германии, поэтому она не может участвовать вот так открыто в вебинарах, потому что связь еще не налажена, но скоро будет налажена, она будет проводить и вебинары. А сейчас пока будем работать вот так. Учебник хорош, но мало текстов, напрягают детей диалоги, лучше воспринимаются обычные рассказы. Ну, вы знаете, на вкус, на цвет товарищей нет. А вообще-то, ведь главная наша цель, поставленная нашим государством, это обучить коммуникации. А как можно обучить коммуникации без диалогов? Можно ли использовать вашу МК для занятий в учреждении дополнительного образования? Что вы имеете в виду дополнительного образования? Наш учебник написан для общей образовательной школы, для нормальных, смышленных, умных ребят. Не знаю, смотрите, если вы будете его брать частями учебники. В старших классах перегружены лексикой, а времени для закрепления грамматики очень мало. Ну, вы знаете, давайте спросим, всё зависит от уровня класса, во-первых, и потом, вы знаете, очень много зависит от подготовленности учителя. Чем лучше, вы извините меня, я думаю, с высоты своего возраста я уже имею так сказать, чем лучше подготовлен учитель к уроку, чем лучше и грамотнее, и профессионально он ориентируется в материале, тем меньше времени у него уйдёт на это всё. Вы знаете, может быть, это первый год, может быть, дальше будет полегче. Не знаю, мы дозировали, есть и положительные отзывы, ведь понимаете, вы говорите, что он перегружен, а дело в том, что английский собирается стать обязательным для сдачи ЕГЭ, и все наши учебники написаны, они написаны в свете требований стандарта, и ни в коем случае ничего там лишнего не привнесено. Но на такой оптимистичной ноте сейчас слушаю ещё, может быть, какие-то ещё вопросы. Где взять ОКП для 10-11 класса в интернет-магазине? Это я написала. Нет, ОКП для 10-11 класса ещё не создано, дорогие друзья. Можно приобрести только дополнительные лицензии на ОКП без диска. Вы знаете, что я вот, кстати, тут по техслужбе, я сегодня же предложу в дирекции нашего издательства, чтобы провёл семинар представитель ОКП для вас и представитель коммерческой службы, потому что есть много вопросов, на которые ответить я некомпетентна, понимаете, относительно ОКП я ничего вам не могу сказать. Я не знаю, как это скачивается, не скачивается и так далее. Вот кто-то пишет, Милли, я обожаю с 5-го класса кошмар. She promised to give the reference getting the certificate. Yes. I'll do it for sure. Yes. Так, так в госк, кто их спрашивает, занесены они или нет. Хорошо бы. Ну, дорогие друзья, значит, рада была с вами познакомиться еще раз встретиться. Огромное спасибо вам за внимание. Смотрю, все участники были. Сейчас вы увидите ссылку на скачивание сертификата. Пишите нам на форум, задавайте вопрос, с удовольствием ответим. И до скорых встреч. Вот ссылка, да? Да.